МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прежде чем вы кое-что увидите, прошу, не повторяйте это дома. Те, кому больше по душе оставлять комментарии, чем играть в собственной жизнью, вот как подписали снимки. Последние дни лета. Драма в пяти актах. Только вот драмой бы я это не назвала, так как мужчина благополучно вернулся домой. Или я чего-то не знаю. Пользователи сети, как и я, безумство не оценили. Ну, вот что пишут. Карлсон, у которого поехала крыша. Это подпись от Карины. Алексей поделился своим предположением, чей-то муж раньше пришел с работы. А Кирилл считает, что так выглядит, цитирую, слабоумие и отвага. Вот отвагу бы в другое русло. Эх. А это просто фото, названное в сети «Донской эвакуатор». Ну, Марина решила при этом, что кому-то везет. Ну, игра слов такая, понятно же, да? Везет кому-то. А Елена вообще считает, что нет в этом фото ничего удивительного. Все очень даже банально. Ну, не знаю, честно говоря. Вот меня позабавило. А вас? Ты хочешь прижаться к телу, ощутить лицом горячее дыхание, вспотеть до изнеможения? Так в чем же дело? Мой автобус в час пик ждет тебя. Вот за что люблю поездки в общественном транспорте, так это за творческий подход водителей к работе и так называемый маршруточный юмор. Когда едете в автобусе и опаздываете, главное не подавать виду, что опаздываете. Автобус чувствует страх и едет медленнее. И все-таки что-то в этом есть житейское. Екатерина в комментариях предположила свой вариант маршруточной мудрости. Не нужно водителя просить открыть люк, иначе он включит печку. Ну, а после просмотра следующего видео стало очевидно, кто-то классно отдохнул в Турции. Большинство пользователей предположило, что девушку, которой адресовано это послание, наверняка зовут Наташа. Очередная Наташка наисполняла, оставил подпись Артема. Только Сергей в комментариях справедливо заметил, что лишь бы это было адресовано не парню. И то верно, да? Чей-то муж напрягся, пошутил Дмитрий. А может, это он просто напрягся. И только Александр, эстет и патриот своего родного города отметил. Вандал, дайте им общественные работы, часов 200, чтобы улицы мыл. Правильно, любовь любовью, но ухоженность улиц-то тут при чем вообще? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эми не только доказала, что полна решимости продолжать бегать, она еще и доказала, что способна устанавливать мировые рекорды. С помощью беговой дорожки отважная спортсменка преодолела 160 километров, потратив на это 21 час, 43 минуты и 29 секунд. Новоявленную рекордсменку поддерживала целая команда. Были подготовлены запасные протезы, а также запас напитков и энергетических батончиков, чтобы помочь женщине. Позже Эми рассказала, что в какие-то моменты ей становилось почти невыносимо тяжело и хотелось все бросить, но ради рекорда она продолжала бежать, заставляя себя после каждого положенного перерыва вновь возвращаться на беговую дорожку. Что ж, остается только пожелать женщине дальнейших успехов и поздравить ее. Она по праву может собой гордиться. А эти фермеры из США, может, и не любят бег, но души не чают своих коровок, готовы устраивать им праздники с пикниками. Забавно и трогательно смотреть, как рогатые лакомки несутся к столу, на котором уже красиво сервированы различные фрукты. И можно быть уверенными, что трапеза не закончится, пока не будет съеден самый последний кусочек. От коров к собакам. Еще недавно Мэгги была маленьким щенком, а потому она не утратила некоторые привычки, усвоенные в нежном возрасте. Например, собака породы лабрадор обожает прыгать на своего хозяина. Вот только очередной такой прыжок привел к маленькой такой трагедии. Так как питомица уже взрослая и достаточно тяжелая, мужчина вместе с садовым креслом совершил обратный кувырок. Сообщается, что в инциденте никто не пострадал. Более того, в данный момент семейство склонно рассматривать случай как комический. Вот только Мэгги стоило бы понять, что она стала сильной крупной собакой и перестает вести себя подобно маленькому неугомонному щенку. Питомец может не только развеселить, но и героем стать. Особенно, когда рядом кто-то выкинет в мусорное ведро, допустим, окурок, предварительно его не затушив. Именно это и произошло в Китае. На задымившееся ведро обратил внимание пес, который предпринял все необходимые меры для того, чтобы никакого возгорания не было. Поразительно, но умное животное показало умение пользоваться шлангом и краном. Сообразительность пса может объясняться тем, что раньше он служил в полиции, а сейчас на пенсии, но некоторые зрители все-таки заподозрили, что им продемонстрировали отрепетированную сценку. Собаки – существа прекрасные, а значит, заслуживают отдых. Ну, скажем, в виде велопрогулки. Ммм, например, по Грибному каналу. И чтобы вы знали, хозяина зовут Тёма, а собачку – Кузя. Горожане, как оказалось, с ними уже знакомы. Кузя был, а я – Лена. Не была на Грибном канале, честно призналась Лена. Я – Алена, кстати, тоже. Но мы идем дальше и видим комментарии от Романа. Тёма и до Грибного уже добрался, что ли. Он на своем велосипеде, видимо, всю галактику уже объездил. Это, наверное, самый добрый человек, которого я встречал. Вот так по-доброму и честно признался он. Жил-был кот и не пускали его в лифт. Драма в двух действиях. И вопрос даже не в том, почему ушастому не разрешают покататься в лифте, на мой взгляд, причина тут очевидна, а в том, почему ему, этому самому коту, так нравится данный процесс. Ну, судя по тому, что жильцы дома были вынуждены наклеить это обращение, кот – заядный любитель путешествий по этажам. Если смотреться, то это видно в его взгляде. И вообще не царское это дело – лапками ходить. Зря, что ли, человечество по телу придумывало, вот этот вот лифт создавало. Вот это встреча на дорогах Донского края. Вот это я понимаю. Сразу чувствуется казачий колорит и красота. Откуда так много, поинтересовалась Елена. А Тимур ей, как бы отвечая, написал. Видать, всем табором на Мерсы пересели. Версия имеет место быть, но все же вряд ли. Ни один уважающий себя казак не променяет такого красавца на какой-то там, простите, Мерс. Самая внимательная Мария отметила, какие умные лошадки уступают дорогу. А новоиспеченная автоледи Матильда насторожилась. Только бы ночью таких на трассе не встретить. А вам и не нужно за руль ночью, не рекомендую. Лучше вот так, днем, устраивать себе обзорную экскурсию по Донскому краю. Столько красоты увидите. Обещаю. Фу, не переборщили? В самый раз? Или опять мало? Геннадий, не суетитесь. Три вопросы задал и уходим в режим ожидания. Ну окей, пишите нам во всех соцсетях свои соображения по поводу нашей программы. Увидимся ровно через неделю. Чао.